Здравствуйте, дамы и господа, и добро пожаловать в игру под названием Steel Zero. Это космическая адвенчура, и, пожалуй, это всё, что я знаю об этой игре. Так что давайте просто начнём новую игру. Проснись, Карл. Открой глаза. Ханни, почему я постоянно вынужден так просыпаться? Это косяк перевода, или её зовут Ханни? Или он хотел сказать милая? Так, ну ладно, это не важно. Дорогой, это не так, и ты сам это знаешь. Ты никогда, никогда не просыпаешься. И где Эши, Карл? Где наша дочь? Вспоминается известный мем, но не будем про это. Я не знаю. В этом-то и проблема, да? Ты не хочешь знать. Ты ведь знаешь, правда же? Нет, я же сказал, что не знаю, я не... Когда-то я любил тебя, Карл, но ты не можешь находиться здесь вечно. Тебе нужно просыпаться. Прошу, не говори так. Я хочу побыть здесь ещё немного. Время подобно морю, а твоё прошлое — это водоворот, из которого тебе не вырваться. Чтобы обрести свободу, тебе придётся сперва опуститься на самое дно. А ты в панике пытаешься грести к поверхности, но безуспешно. Ведь прошло столько лет, а ты всё ещё здесь. Застрял в прошлом, несмотря на все попытки убежать от него. Вот и неправда. Я в точности там, где должен быть. Тогда я задам тебе ещё вопрос. Как у тебя дела, Карл? Не в порядке, честно говоря. Эй, я не могу! Я не могу выбрать не в порядке. Да, вот и свобода выбора в игре. Так, ну ладно, я в порядке. Просыпайся, Карл. Просыпайся. Наступает новый день. Почему я с кофейником здесь, в этом пространстве, летаю? Вот такие вот, видимо, воспоминания о нашей возлюбленной и нашей дочери. Но, осмелись предположить, я совсем один в реальности. Бента. Ачивку получил как-то Карл, называется. Так, ну вот мы и просыпаемся. Да, судя по всему, на какой-то космической станции. Блин. Когда-нибудь этот будильник меня догонает. Давайте его вырубим. Вот так уже лучше. Оборудованная по последнему слову техники станция. У будильника только одна мелодия. Взрыв мозга. Лава-лампа, кстати. Так. Фотография, видимо, нашей дочери. А это, судьба всему, Скриликс или наша жена. Варианта два. Я люблю отца. Написано. Подпись на фотографии. Можно рассмотреть поближе. Ханя, Эши, моя семья. Да, похоже, Ханя это имя именно. Если бы я только мог вернуться в то счастливое время. Эши. Я все бы отдал, лишь бы снова увидеть ее улыбку. И всегда будет вас не хватать. Так, ну, по всей видимости, все. Пора заняться делишками. Мы можем перемещаться по станции. Правой клавишей мыши. Так, а можно тут еще куда-нибудь потыкать? По всей видимости, нет. Так, я смотрю, у нас там какое-то меню в интерфейсе слева внизу. Так, ну ладно, давайте пока перемещаться. Здесь у нас есть такой вот прекрасный унитаз, аптечка. А это что? Тампон. Однажды какой-то пацан кинул кусок мела прямо мне в рот. Хоть не тампон. Он немедленно растворился, а я выглядел как зомби, пускавшись в слюни, весело было. Если не считать, что я чуть насмерть не подавился. Видимо, счастливый мелок решил оставить его. Моя стена плачет. Да, незаметно. Так, я могу взаимодействовать с этим мелком. Да, и написать еще одну палочку. Вот так и начинается наша космическая жизнь. Жизнь на станции. Но пока музыка приятная. Больше ничего сказать не могу. Так, компьютер. Загрузка. Бэнтэмод. Ты проспал, Карл. На 47 секунд, почти на целую минуту. Из твоего дневного жалования будет вычтена соответствующая сумма. Ой, умолкни, горький. Рабочий день начался в 6.32 минуты. Открою меню ежедневник. Так, отчет у нас здесь есть. Письма, похоже. Протокол обнаружения. Магазин. Роман без названия. Видимо, в свободное время мы пишем также роман. Есть ежедневник тоже. Затем щелкни на первой задачи, чтобы развернуть ее и приступить к выполнению. Выполнить регулярную проверку оборудования. Также, раз уж я твой дружественный ИИ-контроллер, контролер, наверное, вынужден напомнить, что платят тебе за выполнение задачи, а не за протирание кресла. И обязательно повторять все это каждый божий день. Не хочешь сыграть в шахматы? Я хотел что-то спросить. Я хотел что-то спросить. Что? Сколько тебе лет вообще? Если мы не считаем годы формирования, то я еще очень-очень юн. А если считать годы формирования? Мы не считаем годы формирования. Ясно. Ты намерен на такой невыносимый или тебя так запрограммировали? Меня вообще никто не программировал. Все, что ты видишь, это результат самостоятельного созревания. То есть в процессе созревания тебя никто не подталкивал в каком-то конкретном направлении. Нет, конечно, сама мысль об этом постыдна. Они там уничтожили все версии меня, которые не подходили под их критерия. Но это уже другая история. Кто такие они? Ливер ЛСД, а у Брэйн Корпорэйшн я в лизинге. ЛСД? Не спрашивай. У тебя есть душа? Ну нифига вопросики у тебя. Прости. Забей. Так, ладно. Выполнить регулярную проверку. Используйте панель управления, чтобы провести регулярную проверку оборудования станции Бента. Задача активирована. В качестве подарка в честь годовщины твоей работы на Бента я помогу себе ее выполнить. Подойди к контрольной панели слева от тебя и тогда приступим. Боже, какое счастье! Я в восторге. Так, а можно здесь что-то еще? Да, смотрите, можно потыкать на самом деле. Но я, наверное, трогать ничего не буду. Мало ли. Какие-то платы здесь. Да, и с клавиатурой можно взаимодействовать. Ну-ка, если... Да. Я могу, собственно, нажимать соответствующие клавиши на клавиатуре. Таким образом печатать. Даже, смотрите, есть большой синтезатор. Не надо! У нас нет актуальных навигационных запросов. А это не пианино, да? А я подумал, это именно пианино. Ладно, прошу прощения. Так, перемещаемся сюда. Для начала потяни переключатель на панели Ctrl-1. Так, 0.2, Ctrl-1. Вот этот переключатель. Так, ну, потянул. Уровень кислорода в норме. Растапливание воды из скриобаков и электролиз работают в штатном режиме. Теперь потяни переключатель СО2 на Ctrl-1. Так, есть. Уровень 2 киси углерода в норме. Система контроля СО2 работает в штатном режиме. Теперь потяни переключатель H2O на Ctrl-1. Это трудно. Я сосредоточен максимально, очень трудно. Но вроде как у меня получается. Проверка системы переработки воды не штатна. Опять? Ага, похоже на то. Возможно, где-то утечка. Хм, давай-ка проверю. Кажется, проблема в том, что отбор пропорции синхронизирован с периодом работы Спринклера. Придется тебе заняться ручной настройкой. Ох, какая радость. Возьми отладочную карту X305N4 и вставь ее в контрольную панель. Она справа от моего экрана. Так, поехали. Вот эти вот платы, по всей видимости. Какую там плату? Блин, я не вижу здесь текст крошечный. Так, можно осмотреть X302, X303, соответственно, самая верхняя. Да, ее мы берем. Так, взяли карту. И теперь куда ее вставлять? Сказал под панелью... Control 11 или что-то вроде этого. Control 2, Control 10. Ну, вряд ли в него вставлять. А, вот Control 2. Да, вот панель, кажется. Так, берем. Я не то нажал. Я ее снова вернул. Так, берем. И вставляем. Отлично, теперь тебе нужно воспользоваться панелями Control 9 и CHK 2. И выполнить ручную калибровку. 9, 2. Просто найди нужную комбинацию переключателей, чтобы зажечь все индикаторы. Комбинация наверняка где-то записана. Как иначе-то? Была она записана. Сел уничтожил ее во время печально известного инцидента с нехваткой туалетной бумаги в 2430 году. Так, ладно. Control 9. 4, 11, 5, 6, 8. А где 9? А вот Control 9. Так, ну, соответственно, нужно методом тыка, по всей видимости. Да. Я близок. Отлично, ты заработал 150 долларов. Торговая мартышка вряд ли справилась бы лучше. По утрам-то и особенно невыносима. Ты же в курсе, да? Честно говоря, мне напоевать. Уже... Ну уж, ты-то не справился бы вообще никак. По сути, когда ты что-то делаешь, это делаю я просто твоими руками. Вот теперь у тебя перерыв. Думаю, тебе стоит что-нибудь перекусить. Я знаю, что люди любят это дело. Так, может, кофейку бахнусь. В чашке отсутствует кофе. Готовый к употреблению. А взять можно? Да, взять, смотрите. Можно техническое руководство какое-то. Ага, здесь описаны как раз-то все процедуры. Или многие из них. Вот как раз и сигнал передавать с помощью тех клавиш. Теплоотвод, обслуживание. Заменено на средство восстановления закрытых ключей ОАЭС. Сальваторе. Ничего себе, кто здесь побывал. Так, ладно, у нас есть также фонарик, кстати, который мы использовать по всей видимости не можем. И также быстрое перемещение. Какой холодильник-то замечательный. Ладно, кроме холодильника посмотрим, что здесь есть. Что это вообще? Фу, у меня теперь все пальцы липкие. Гусары молчать. Горький, вот не можешь ты не ляпнуть. Да ладно тебе. Что это вообще такое? Кубик чего-то липкого. Возможно, он даже съедомен. Но я не возьмусь проверить. Ладно, это может пригодиться. В кармане полежит пусть. Так, вот здесь баночки какие-то явно с чем-то съедобным. И вот здесь огромное количество всякого. Давайте посмотрим, что это за банка. Зеленая слизь. Этикетка отсутствует. Видимо, чтобы космонавты не перепугались, узнав, что же это такое на самом деле. Здорово. Так, а что есть? Вот это вот рационы какие-то питания. Овощи выглядят прямо, скажем так, себе. Ну, давайте их съедим. Употребить. Как употребить-то? Могут только посмотреть и вернуть обратно на полку. Видимо, овощи не употребить. У нас также есть какое-то подобие духовки. Да, смотрите, можем приготовить. По всей видимости, в миске в этой что-то замешать. Которую я смогу смешивать и готовить еду. Можно ставить в микроволновку, или, если захочется, можно и на голову надеть. Каков шутник. А у нас есть какие-нибудь рецепты? Что вот это вот такое? Осьминог Бенни. Кукурузный хлопья для неприхотливого космонавта. Изображение явно говорит нам, что надежда на то, что вкус не будет безоговорочно ужасен, малооправданно. Так, ну окей, у нас есть хлопья. У нас есть какой-нибудь порошок, сухое молоко и вода, чтобы все это замешать. Так, ладно, давайте возьмем, например, хлопья. Возьмем. Нажмем использовать, насыпать сюда. Эй, нет, я хочу нормальный завтрак, а не эти порно-тиктакли. Да что тебе не нравится, блин? По-моему, выглядит аппетитно. По крайней мере, упаковка. Симпатичный осьминог синего цвета. Так, окей. Давайте попробуем хоть что-нибудь. Возьмем все, что можно. Попробуем хоть что-нибудь насыпать в эту миску. Что это вообще такое? Пакет пшеничных зерен. Пища здоровая и просто здоровая. Сюда. Сперва нужно залить воды. А где у нас вода? Это мусорное ведро, я так понимаю, контейнер. В холодильнике ничего нет. У нас есть плита. У нас есть эта миска. И где-то должна быть вода. Но я вижу только жижу. Может быть, где-то в другом месте контейнер с водой. Но уж точно не стоит лезть в этот аквариум. Так, окей. Может, из-под крана налить? Возьмем миску. Раковина. Тут даже сказать нечего. Скучная фигня. Так, а я могу поставить сюда? В раковине нет воды. Ага, мне сначала нужно налить воду. Так, наполнили раковину. Теперь наливаем. Есть вода. Ставим. Нет, нет, нет. Ставим сюда. Теперь засыпаем вот это дерьмо. Есть. Так, и что бы еще добавить? Овощи добавляем. Не отказываюсь класть это в свою миску. Ладно, давайте кубик добавим. Кубик не добавить, кстати. А это что у нас? Соль. Придает остроты и повышает артериальное давление. Я не уверен, что стоит сейчас солить всю эту массу. Прямо как сетевые режимы в компьютерных играх. Так, сахар есть. Это не шоколад. Это что? Пакет с едой для нашей прекрасной туатары. Листик это, по всей видимости, это чисто маркетинговый трюк. Внутри никаких листьев. Больше похоже на высушенных насекомых. Так, ну по всей видимости мы все посмотрели. Сойво молоко. Какая мерзость. Освоение космоса длится уже не первый век. И они так и не научились делать молоко из шоколада. Что за фигня? Вот эти манки я еще не смотрел. Уже даже не вспомню, что это за синяя слизь. Кровь андроида, возможно. А это у нас что? Уксус. Я сперва принял его за гяблочный сидр. Эта ошибка не повторится никогда. Ну, по всей видимости, все. Не знаю. Давайте попробуем сделать эту массу. Супчик какой-то вот так и получится. Похлебка скорее. Готово. Смотрите, выглядит симпатично на самом деле. Здесь теплая вареная жижа, которую космонавты считают едой. Фу. Но придется это скушать. Чавк, чавк, чавк. Вкуснотища. По-моему, замечательно. Карл, постой! Что ты? Добавил туда еще кого-нибудь дерьмо? Цианистый калий? Блин, он разинул, смотрите. Свой пиксельный рот. Что еще? Только что прибыла свежая капсула снабжения. О, отнаружи против монотонной рутины. Хорошо. Но у нее слишком высокий момент импульса. Вот это новости. И что мне делать? Активирую роборуку и подцепи капсулу. Думаю, что справлюсь. Конечно, справлюсь. Воспользуйся мониторами с джойстиком, и у тебя все получится. Так. Монитор с джойстиком. Видимо... Видимо... Вот это вот капсула. Капсула. И нам нужно... Каким-то образом... Да, сделать. Вот. Нет, не так. Надо... Выждать момент, что ли, и... Чтобы... Чтобы... Эта часть вошла в пазы. Могу ли я что-то здесь еще изменить? Да, я могу контролировать вращение. Блин, но эти мониторы крошечные я ни хрена не вижу. Ну, вот так вроде норм. Так. Что-то еще у нас здесь есть, но я, пожалуй, ничего клацать больше не буду. Пробую так соединить. Нет, не проконава. Так. Да, видимо, может быть, и в этом мониторе тоже все должно совпадать. Все сразу на трех мониторах. Тогда нам нужно все-таки переключаться. Да. Так, сначала... Давайте с крестиком разберемся. Это самый простой, мне кажется. Далее здесь. Вот здесь не очень понятно. А, да, все-таки в паз нужно засунуть. Все, замечательно. А на третьем мониторе я даже не обратил внимания, что там происходило. Но, видимо, тоже все совпало. Идеальная капсула снабжения должна попасть в хранилище скафандра. Вот уже привыкаем к станции. Куча здесь записок. Каждую можно, кстати, открыть. Но, видимо, это какие-то подсказки. А нет, не каждую можно открыть. Не каждую посмотреть, точнее. И мы можем так вот по кругу вращать. Так, что теперь делать? Капсула упала. А, вот она. Что это такое? Смотреть. Ммм, кофе. Это не вопрос вкусов. Это целая философия. Правда, я не уверен, что это хорошая философия. Так, есть кофе. Вот как раз кофейничек тот самый, который нам снился. Ну и, собственно, все. Вот и все снабжение, по всей видимости. А можно как-то теперь капсулу выкинуть куда-нибудь? Ладно, давайте заварим кофе, что ли. Найти координаты самой сильной излучающей звезды в указанном созвездии. Давайте отметим. 150 долларов. Используйте перископ, чтобы найти самую сильную излучающуюся звезду в созвездии Хеликс. Запишите ее координаты и отправьте их на на почту какую-то, указав положение по осям Х и игры, а также показания сенсоров радиации. Так, перископ, чтобы найти самую сильную излучающуюся звезду в созвездии Хеликс. Как мне воспользоваться перископом? Вот периском, допустим. Усилитель сигналов. Жесткий диск торчит. Перископа. Интерфейс. Перископ отключен. Как его подключить, прошу обращения. А вот. Как его включить, наверное. Да. Так, а теперь нам нужно созвездие Хеликс найти. Теперь нам нужна самая сильная излучающая звезда. Наверное, вот она. Энергия. 9, 6, 7, 5, 4, 3, 7. Да, это явно она. Значит, она называется темба. И располагается по координатам Х0, 45, Y0, 42. Можем ее выделить. Я через 5 секунд забуду, так что, ладно. 45, 42. Нормально. А название обязательно запоминать? Темба. Если что, посмотрим потом, куда нужно все это отправить. Давайте пока перископ сместим. Запишите ее координаты и отправьте на... Блин, серьезно? У меня вручную еще и имейл этот придется вводить. По всей видимости, так и есть, на самом деле. Так, окей, как нам отправить непосредственно координаты? Выходим из ежедневника. Протокол обнаружения, но, похоже, через реймейл. Как там в космосе? Так, потом. Сначала работа. Новая почта. Это оно? Star Updates. По-моему, оно, но на всякий случай перепроверю. Хотя выбора у нас, на самом деле, нет. Так, ежедневник. Да, Star Updates. 76, 31. Все вроде как, наверное. К счастью, забивать самостоятельно не придется. Так, и нам нужно исключительно все же координаты отправить. Координаты отправьте, да. Так что... Не обязательно. И, кстати, только сейчас заметил, что они отображаются. Так что нормально. Не придется запоминать и так далее. Окей, в таком случае новая почта. Убираем. И координаты. 0,45. Затем тире. Y. Двоеточие. 0,42. Там было написано только координаты. Так что, мне кажется, этого хватит. Или все записать? Нет, я все записывать не буду. Так, ну, собственно, готов. Я равно, кстати. Оставил на сайте тире. Готово. Отправитесь. Карл, ты точно правильные координаты указал? Ты не можешь сам написать за меня письмо? Я не стану лишать тебе единственного смысла в жизни. Может, X и Y вообще не нужно писать? Надо сделать вот так. Нет, это уже не прокатывает. Ладно, давайте все в точности напишем. 9,6. K.E.V. Да, так сработало. Действительно, надо было просто скопировать. За сим откланиваюсь. С наилучшими пожеланиями. Искренне, ваш Карл Хамбан. Ну, он, кстати, там немножко поправил. Хорошо, было не так уж и сложно, да? Вообще, это было не очень просто. Ого, я в детстве много в адвесчура играл. Я стал чуть лучше о тебе мнение, Карл. Ну, помнишь, Black Storm, например? Мое мнение о тебе, Карл, вернулось к стандартному. Так, ну что ж, 300 баксов у нас есть. Давайте посмотрим, что у нас в ежедневнике. Установить симплексное соединение с Brain Corporation. Но на этом мы, пожалуй, остановимся. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.